Женщины остаются сверху. Новый сезон. Напомню, что сам Кокорин сидел по статье хулиганства. Вместе с коллегой по футболу Павлом Мамаевым и младшим братом они избили чиновника Дениса Пака в московской кофемании. Если вы Кокорин, то, наверное, вам тюрьма приносит пользу. А если вы занимаетесь бизнесом, системными вещами и смотрите в будущее, у вас серьезная компания, конечно, безусловно. Ну и вообще в целом, я не знаю, в каких условиях он там сидел, тоже очень важный момент. Потому что, наверное, мы создали более-менее комфортные условия. Вы знаете, футболисты, они в целом терпилы, бегают, у них работают только ноги, руки не работают. А если руки не работают, то и мозг не работает. Сергей Полонский – один из крупнейших российских девелоперов нулевых. В частности, построил башню федерации в Москве-сити. Отсидел больше двух лет в Кремлевском централе по обвинению в мошенничестве. Сидел в том самом СИЗО, куда отправили Навального после возвращения в Россию. Кокорину надо посоветовать, конечно, безусловно, прийти в себя и в чувства. Значит, у меня было такое предложение интересное, вы знаете, там еще 10 лет назад. Прежде чем выдавать в России лицензию на предпринимательство, о которой кричали все, да, там, Медведев, каждый человек получайте лицензию, стоите к предпринимателям. Я говорил, не, не, ребят, а сделайте так, чтобы человек один день посидел в тюрьме. Вот один день, да. И он тогда поймет, нужна ли ему лицензия в России на предпринимательство или нет. Он также сказал, что вообще я в тюрьме бы отоспался. Да, там еще такая была фонараза, которую мало кто понял, потому что если вы будете спать на тюремной кровати на положенном вам тюремном матрасе, то вы сломаете спину очень быстро. Спать там невозможно. Вы знаете, я думаю, что она сказана человеком крайне не умным и человеком, не понимающим, что такое отсидеть и что такое тюрьма. Алексей Козлов. Российский, а после отсидки и эмиграции еще и немецкий предприниматель. Отсидел больше четырех лет по навету сенатора Владимира Слуцкера. Именно спасая Алексея Козлова, из заключения его бывшая жена-журналистка Ольга Романова превратилась в правозащитницу и создала фонд «Русь сидящая». Что важно понимать про российскую тюрьму? Любая тюрьма, любое ограничение свободы – это дикий стресс для любого человека, который рассчитывал жизнь строить иначе. Это потеря времени прежде всего, а в случае с российской тюрьмой – это еще и огромная потеря здоровья. Потому что в случае с российской тюрьмой мы понимаем, что бытовые и иные условия, они не позволяют человеку, попавшему в тюрьму чуть-чуть с преломленным здоровьем, выйти оттуда здоровым. Но, скорее всего, он выйдет инвалидом. Российская тюрьма – это такой тест на выживание. Это тест, как ты сможешь психологически, физически оттуда выйти здоровым. И его проходят успешно далеко не все. Я могу сказать, что проценты заболевания, туберкулеза, проценты психических заболеваний. Ну, не диагностированных, а когда человек ходит из тюрьмы, очевидно, психически надлоги. Так уж сложилось, что объективно вся российская интеллигенция, она каким-то образом постоянно находится под давлением и постоянно оказывается в местах не столь отдаленных. Поэтому, конечно, безусловно, в первую очередь, к сожалению, то, в каких условиях все это находятся люди, это не добавляет ни здоровья, ни психологического, ни эмоционального, никакого. Интересно, что фраза «каждый мужик должен отсидеть» пришла на место другого клише «каждый мужик должен отслужить». А теперь, по мнению российской пропаганды, еще и повоевать. Сложно не вспомнить Пригожина, который набирал в ЧВК Вагнера заключенных, объясняя, что их ждет героическая судьба. Не служил ни мужик. Что касается того, почему не служил ни мужик и так далее, вы знаете, мне кажется, что в России в целом, это последствия крепостного права, да, очень сильны общинные, значит, вот общинный круг, да, то есть вот мнение окружающее. Конечно, человек отслужил, он прошел этот путь, понятно, что он герой, да, так сказать, если бы у него была возможность вместо этого стать студентом, да, в университете, там, чтить диссертацию, я думаю, что это тоже было бы замечательно, но мало кто имеет такую возможность. Я хочу пожелать всем, чтобы никто не думал на эту тему, чтобы не нужно было в государстве доказывать свою мужественность. То есть это задача государства – обеспечить безопасность. Если люди должны доказывать, что они герои, что они мужественны, значит, уже началась война и уже происходят непоправимые процессы. С кем вы познакомились в тюрьме? Душевные, порядочные, взрослые, интересные ребята, интересные бандиты есть, которые выставляли там и хату, и все, как в кино. Знаете, кстати, в тюрьмах России, как ни странно, количество приличных людей больше, чем на свободе, то есть, и это, ну, вот как оно есть, да, то есть есть какие-то понятия человеческие, дружба, совесть, честь и слово, там, и так далее, да. Но вот все, то есть мы, но я никому не советую оказываться. Я вообще считаю, что тюрьмы, конечно, должны быть уничтожены, в мире не должно быть тюрем, не должно быть заключенных, тем более по каким-то абсолютно несуразным делам, которые абсолютно нелогичны, непонятны. Я никогда в жизни не общался с людьми, с которыми я познакомился, наверное, в тюрьме, и умение находить общий язык с людьми, это с людьми разных культур, да, абсолютно, вот, ну, то, что мне, так сказать, вот, там, я могу сказать, наверное, это опыт, вот, который я, наверное, там получил, но... Какой полезный опыт вы вынесли? Мерзкие сотрудники. Серьезно? Да, от них. В смысле, некрасивые? Я к тому, что говорю, не все сотрудники. Не все сотрудники мерзкие, но есть мерзкие. Но от мерзких сотрудников я был в шоке, которые из себя ничего не представляют, но за счет того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть, типа, мы вот такие тигры, понял? Ну, вы знаете, что у нас, вот, если сотрудников СИН, в принципе, поменять местами с сидельцем, то не сильно много поменяется, потому что они все руководствуются одними понятиями, ну, вы не можете работать с людьми, если у вас нет общего какого-то понедельного. Да, и количество людей отсидевших, оно достаточно большое плюс, конечно же, тюремные понятия, они во многом исходят из, в том числе, каких-то и народных вещей, от корней. Потому что, ну, надо понимать, что любой крупный криминальный руководитель в его законе, он может быть руководителем, пока его словам, делам следуют, а для этого он должен убеждать. Я бы пожелал вашим слушателям, вашим зрителям избегать любой возможности попадать в тюрьму в любом виде, использовать возможности для того, чтобы учиться работать, не попадая в пенсарное заведение. Это потеря времени, в российском смысле, это еще огромная потеря здоровья. И дай вам Бог свободы и счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok